Всем привет, дорогие друзья! В 2021 году смартфоны со складными экранами уже не являются чем-то необычным и фантастическим. Это наша реальность. Сегодня мы ими уже пользуемся. С тех пор, как Samsung показала свой Galaxy Fold, позже Huawei выпустила Mate X, а сейчас еще и компания Xiaomi показала новейший Mi Mix Fold. На самом деле смартфоны с гибкими экранами имеют ряд очень серьезных таких проблем, которые не позволяют их использовать большинству людей. Первое, это конечно же просто огромнейшие ценники, более 100 тысяч рублей. Конечно, мало кто себе может позволить купить такой смартфон. Второе, это несовершенство технологии. Все-таки место сгиба дисплея отчетливо видно под разными углами, и это напрягает. Также вызывает сомнения надежность самого механизма складывания. Ну и третий момент еще я бы отметил, то что все-таки аппараты очень уж громоздкие. 300 и более граммов, это конечно не каждому подойдет. Новинка от Xiaomi Mi Mix Fold, конечно, не решает всех этих проблем, но зато частично закрывает одну из них, это ценник. Цены на Mi Mix Fold уже объявлены. Базовая версия с 12 гигабайтами Азу и 256 гигабайтами флэш-памяти стоит 1520 долларов. Это примерно в полтора раза дешевле, чем у конкурентов Samsung и Huawei. И это действительно круто. То есть этот аппарат уже станет доступен большему числу людей. Версия с 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами флэш-памяти стоит 1675 долларов. Но еще будет третий эксклюзивный вариант с тыльной керамической панелью и рисунком под карбон. У него будет уже память 16512, ну и цена 1975 долларов. В Китае уже принимают предзаказы на Mi Mix Fold, но, к сожалению, очень плохая новость заключается в том, что на глобальном рынке его не будет. Соответственно, у нас в России тоже. Но, тем не менее, давайте все равно обсудим, какие есть интересные фишки у этого смартфона. А они здесь есть по сравнению с конкурентами. Первым большим преимуществом является то, что смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Пока что ни Samsung Galaxy Z Fold 2, ни Huawei Mate X2 не могут похвастаться таким процессором. Если говорить про принцип складывания смартфона, то он у всех трех моделей одинаков, но в Xiaomi уверяют, что их смартфон выдерживает целый миллион циклов складывания-раскладывания. Это очень круто на самом деле, должно хватить на несколько лет, но тут практика опять же покажет нам. В основе внутреннего дисплея у нас AMOLED-матрица, диагональ 8,01 дюйма, и сейчас это самый большой экран среди гибких смартфонов. У Mate X2 диагональ ровно 8 дюймов, а у Samsung она еще меньше, там 7,6. Дисплей имеет разрешение 2480 на 1860 точек, поддерживается HDR10+, Dolby Vision. Но в целом не буду вдаваться в более подробные параметры, скажу просто, что с дисплеем на самом деле здесь все очень хорошо. Единственная такая его проблема, которая на самом деле, наверное, серьезная, это то, что частота обновления составляет 60 Гц. В 2021 году это, конечно, уже не очень серьезно на таком дорогом смартфоне. Чего, кстати, нельзя сказать про внешний узкий дисплей. Он имеет частоту обновления 90 Гц, и его размер 6,52 дюйма, то есть он достаточно большой, но при этом узкий. Еще я бы хотел отметить такой очень классный момент, то, что на внутреннем дисплее нет выреза под фронтальную камеру. Это действительно очень круто по сравнению с тем же Samsung. С точки зрения программной реализации придумали, в общем-то, интересную фишку под названием Desktop Mode. То есть это рабочий стол, как на Windows. Прям то же самое, своеобразное меню пуск и характерное расположение остальных элементов. Я на самом деле не уверен, что это удобное решение, но посмотрим. Главное, что Xiaomi проработала хорошо многооконный режим, то есть можно использовать и в виде окон, можно делить дисплей на части, в общем, как вам удобно. Пойдемте дальше по железу. Значит, Mimix Fold оснащается оперативной памятью LPDDR5. Флэш-память здесь идет UFS 3.1. Сканер отпечатков вынесен у нас на боковую грань и встроен в кнопку включения. Конечно же, присутствует NFC, новая версия Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Также одна из главных фишек Mimix Fold заключается в том, что у него 4 динамика фирмы Harman Kardon. Аналогичные динамики используются, в общем-то, и в других флагманах, но здесь их целых 4, и орет он действительно очень громко. Инновации не обошли и камеру. Mimix Fold получил так называемый объектив-хрусталик, то есть это аналог человеческого глаза. Если говорить прям очень кратко, то суть этого объектива в том, что он позволяет объединить в себе макро- и телеобъектив. При этом он достаточно компактный, то есть такой, два в одном. Основная камера здесь на 108 Мп, ну и ультраширик на 13. Что касается аккумуляторных батарей, то здесь целых 2 по 5020 мАч, ну и поддерживается зарядка мощностью 67 Вт. Конечно, как я уже сказал, смартфон очень увесистый, весит он более 300 грамм. Так что, ребят, вот такой получился аппарат, на самом деле достаточно интересный. Пишите в комментариях, что вы думаете вообще по поводу складных смартфонов, насколько они перспективны. Все-таки, на мой взгляд, это такое очень специфичное решение. Не уверен, что будет это успешно и прям пользоваться большой популярностью. Все-таки в практичности здесь очень много вопросов. Жду ваших комментариев. С вами был FutureTime, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok